Много славных имён открыто в Казахстане и Украине после обретения независимости. И всё же в новейшей истории стран скрыто ещё немало белых пятен. Каждое новое имя – это новый шаг на пути к более полному познанию своего прошлого. Один из таких примеров – яркая история жизни этнического украинца Афанасия Латуты. С украинцами казахов связывает очень многое с давно минувших дней до времён нынешних. Начать с наличия на казахстанской земле почти полумиллионной украинской диаспоры. Да и примеров из жизни людей, свидетельствующих о близости казахов и украинцев друг к другу, не счесть. Мы имеем древние связи даже на генетическом уровне. Ещё со времён Киевской Руси между правящей верхушкой копчакских ханов и князей восточных славян существовали родственные и брачные связи, активные торговые отношения. Период подавления серии национально-освободительных движений украинского крестьянства царским правительством, массового переселения безземельных крестьян, насильственного переселения зажиточной части украинских сельчан в начале 30-х годов XX века на Зауральскую окраину, на территории благословенной казахской земли оказались сотни тысяч свободолюбивых – украинцев. Если раньше тюрко-копчаки шли в Украину, то в XVIII и XX веках началось уже обратное движение. Это можно проследить на примере многих людей, начиная с великого украинского кобзаря Тараса Шевченко, героя Советского Союза Леонида Беды и многих других. Нельзя не вспомнить имя Афанасия Латуты. Афанасий Латута родился в январе 1890 года в украинском селе Масловка, Мироновской волости, Каневского уезда, Киевской губернии в бедной крестьянской семье. От природы обладал крепкой памятью и сильной логикой, острым умом, что ему в будущем здорово помогло. Окончив приходскую школу, он легко поступает в престижное по тем временам двухклассное училище. С детского возраста он отличался самостоятельностью и крепкой жизненной хваткой. В летние каникулы работал у помещика Стридшеля на полевых работах, правда, за гроши. В округе, где учился и трудился Афанасий, было три крупных помещика, которые жестоко издевались над крестьянами, что стало причиной появления небольших молодежных групп сопротивления. Одним из самых активных отрядов была так называемая Степановская группа, куда вошел и наш будущий герой. Поимкой народных мстителей занялись полицейские. Поэтому в июне 1905 года дед был вынужден отвезти своего дерзкого внука в Киев, устроив его у своего родственника Василия Борисенко. Взрослые договорились, что Афанасий помогает хозяину в сапожном деле, а тот оплачивает его учебу в местной гимназии. Поначалу все шло хорошо, его устроили в шестой класс гимназии, где он считался одним из лучших учеников. Но 12 декабря 1905 года вспыхнуло восстание, ознаменовав начало Первой русской революции. Латута принимает в этом движении самое деятельное участие, за что его немедленно исключают из гимназии, осуждают и отправляют в ссылку. В возрасте 17 лет его отправляют в Акмолинск. Здесь ему удалось устроиться на местный кирпичный завод, пришлось также побатрачить у местных купцов. Довелось поработать и у Григория Ярзаковича, отца будущего казахстанского композитора Бориса Ярзаковича, знатока и собирателя традиционной казахской музыки. Впоследствии вокруг Афанасия стали собираться недовольные своим положением наемные рабочие, которым он рассказывал о причинах, ходе и временном поражении революции, направленной против царского правительства. Над бунтарем нависла угроза не только нового этапирования, но и тюремного заключения. Афанасий Александрович, чувствуя, что кольцо вокруг него замыкается, убегает в Каргалжинскую степь и находит приют у местных жителей. Этот регион становится его второй родиной. Начиная 1909 года Афанасий изучает арабскую графику, начинает понемногу практиковаться у аульного мулы – учителя. Настоятель мечети Габдиль Гафар не только определяет его в группу учеников, но и по казахским обычаям усыновляет. Ввиду того, что произношение букв было схожим со славянским, Афанасий потрясающе быстро овладевает арабским алфавитом, за что его прозвали «зириком». За два года учебы он прекрасно овладел казахским языком, усвоив местные обычаи и обряды. Стал в Акмолинском при Ишиме известным и уважаемым. С 1912 года начинается вполне самостоятельная его жизнь, когда он открыл свою частную школу, где не только обучал казахских юношей арабской графики, но и давал им первые уроки русского языка. Его авторитет рос с каждым днём. Со всех концов степи к нему приезжали за советом, поддержку оказывали благодарные ученики. К примеру, только за 1912 и 1920 годы его школу окончили более 200 человек, многие из которых стали видными государственными и общественными деятелями. Так, один из его учеников, Елюбай Тайбеков, впоследствии работал первым секретарём Акмолинского обкома партии, затем председателем Совета министров советского Казахстана. Афанасий был наделён чувством справедливости, очень сочувственно относился к казахам в целом и беднейшей его части, в особенности. Однажды в степи в ауле Бая-Клышбая из рода Курмантай он познакомился с семьёй старого жиломана, происходившего из бывших рабов. Жили они очень бедно. Но их отличало удивительное гостеприимство. Афанасий в этом доме был частым гостем. Долгими вечерами слушал рассказы степного сказителя о его жизни. Вскоре Афанасий был во второй раз усыновлён. И отныне нового казаха стали называть Жакыпом Жиломановым. Однажды в урочище Жартас, где размещалась частная школа народного просветителя Жакыпа, его ученик Жексылык Кунжанов приглашает в гости, где он встречается с Батыром, народным героем Рахымжаном Мадином. После этого они стали часто встречаться, советоваться друг с другом. Жакып становится главным идеологом будущего Акмолинского очага национально-освободительного восстания казахов. 25 июня 1916 года в Казахстане началось мощное национально-освободительное движение против набора местного населения на тыловые работы. Обычно в исторической литературе пишут о двух крупных центрах восстания – Семеричинском и Тургайском, незаслуженно забывая о третьем, не менее мощном, Акмолинском, костяк которого составили казахи Каргалжинской степи, а во главе его стояли Рахымжан Мадин и Жакып Жиломанов. К этому времени они уже стали друзьями, духовными братьями. Численность восставших на территории Акмолинского уезда вскоре дошла до 5000, а в самый пик восстания – до 30 тысяч человек. Вскоре повстанцы разгромили отряд пристава Иванюшкина, который был отправлен в Каргалжинские степи для выполнения царского указа и реквизиции лошадей. И здесь проявились выдающиеся качества народного вожака и любимца Жакыпа Жиломанова. Все захваченные лошади и имущества были возвращены прежним владельцам. В 1924 году Жакып Жиломанов построил первую светскую казахскую школу. При ней открыл первый детский кооператив «Молодой Перо». Позднее он трудился на различных руководящих должностях. Много учился, в 1927 году окончил сельхозтехникум, а в 1939 году – полеводческий факультет Омского сельхозинститута имени Кирова. На последней должности, заведующим контрольно-семенной лабораторией, он трудился до 1965 года, когда ему исполнилось 75 лет. Таким образом, Жакып Жиломанов, урожденный украинец Афанасий Латута, всю свою жизнь посвятил служению казахскому народу. Его уважали и за прекрасное знание языка, истории, обычаев, шижири казахов и ислама. В Каргалжина он был первым, кто начал высаживать саженцы. В знак глубокого уважения к нему его современники и потомки присвоили ему звание почетного гражданина Каргалжинского района. Сыновей его звали Бастандык-Тендык. И здесь он оставался верным своим принципам. Мы считаем, что имя Жакыпа Жиломанова достойно того, чтобы назвать им одну из новых улиц нашей столицы, как символ дружбы между украинским и казахским народами. Мы обязаны это сделать потому, что он не жалел ни здоровья, ни жизни, приближая независимость страны. Память о Жакыпе Жиломанове Афанасии Латутина всегда останется в памяти сыновей и дочерей великого Дэшты и Копчака.